Памятник, обозначающий место прохождения экватора или середины мира, и находится в 26 километрах от Кита. Этот 30-метровый памятник был возведен еще в XIX веке в память о первой геодезической миссии Французской Академии Наук. Спустя какое-то время было доказано, что Академия Наук Франции может ошибаться, и фактическое прохождение экватора немного севернее. Ну и ладно. Комплекс оказался достаточно интересным, и мы не пожалели, что приехали сюда. Сначала я от радости начала обедать по линии экватори туда-сюда, а потом пошла колесом. А Слава, как всегда, был сдержан и смог установить яйцо на шляпку гвоздя, подтверждая опытным путем, что мы действительно на экваторе. У меня же это никак не получилось, но я просто уверена, что это подтверждает не то, что я коряжка, а то, что французские измерения не точны. Еще здесь интересна форма солнечных часов. Стрелка строго горизонтальна, а не вертикальна, как у нас. И самое главное, я теперь знаю, как можно похудеть, не прилагая к этому никаких усилий. Если человек в Санкт-Петербурге весит 60 килограмм, то на экваторе он будет весить меньше 57. Вы видите таблицу разницы веса в зависимости от того, на какой широте находится человек. Так что все, кто хочет уменьшить свой вес, могут просто попасть на экватор и здесь веситься. Я взвесилась. Я действительно вешу гораздо меньше, чем весила когда-либо. Ну и завершение. Народные танцы для развлечения туристов. А мы продолжаем наше путешествие. Пока!